Согласно записям в журнале посетителей Кремлевского кабинета Сталина, решающее обсуждение берлинской наступательной операции состоялось 2 апреля при участии Молотова-Булганина, командующего 1-м Белорусским фронтом Жукова, командующего 1-м Украинским фронтом Конева, начальника Генерального штаба Антонова и начальника оперативного управления Генштаба. Сталин всегда заявлял, что Берлин должен брать 1-й Белорусский фронт. Но в Берлинской операции участвовал и 1-й Украинский фронт, и в Генштабе, несмотря на явную нелепость этого, на картах провели разграничительную линию между войсками Жукова и Конева. 1-й Украинский фронт, даже в случае большого успеха, должен был бы дожидаться подхода войск маршала Жукова. Конев прекрасно понимал нелепость этой разграничительной линии и протестовал, а маршал Жуков молчал, примеряя уже на себя лавры покорителя Берлина. 2-го апреля на совещании начальник Генерального штаба Алексей Антонов показал Сталину разграничительную линию и добавил, что она будет только мешать успешному проведению Берлинской операции. Его поддержал маршал Конев, заявив, что эта линия просто стряножит его войска. В конце концов, Сталин уступил, зачеркнув разграничительную линию в 60 километрах от Берлина и сердито сказал, кто первым ворвется, тот пусть и берет Берлин. Согласно плану Берлинской наступательной операции, 1-й Белорусский фронт наносил главный удар в лоб по прямой с Кюстринского плацдарма. Это было не лучшее решение, приведшее к напрасным потерям. А вот удар 1-го Украинского фронта, фланговый удар по обходу Берлина с юга, был и задуман нешаблонно, и исполнен красиво с точки зрения военного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Летом 1934 года, после разгрома оппозиции среди штурмовых отрядов и смерти президента Германии фельдмаршала Генгенбурга, Гитлер впервые публично назвал свое государство тысячелетним Третьим Рейхом. В апреле 1945 года гитлеровской Германии шел 13-й год, и находилась она в предсмертной агонии. 1-го апреля группа армии Б вермахта фельдмаршала Вальтера Моделя окружена англоамериканскими войсками в руле. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал расстреливать всех, кто поднимает белый флаг. 9-го апреля капитулировал окруженный Кёнигсберг. Войскам Третьего Белорусского фронта маршала Василевского сдался комендант города генерал Лаш и около 90 тысяч немецких солдат и офицеров. В Третьем Рейхе Лаш немедленно был объявлен предателем и приговорен Гитлером к расстрелу. В концлагерях немцы проводили чистку, убирая нежелательных свидетелей. 9-го апреля были казнены пастор Дитер Банхёфер и бывший начальник Абвера, армейской разведки и контрразведки адмирал Вильгельм Канарис вместе с несколькими своими бывшими сотрудниками. 13-го апреля войска Третьего Украинского фронта вошли в Вену. Бои за столицу Австрии были тяжелыми, но недолгими. У вермахта уже не было сил, чтобы защищать столицу родины фюрера. Но основные события Второй мировой войны планировались в середине апреля на берлинском направлении. Почему в феврале 1945 года Сталин совсем не спешил атаковать германскую столицу, а в апреле 1945 буквально гнал своих маршалов на Берлин? Настроение вождя народов изменилось в связи с тем, что в апреле 1945 года Западный фронт развалился, и возникла реальная перспектива вступления в Берлин англо-американских союзников, которые должны были бы заключить сепаратный мир с немцами, со всеми малоприятными политическими последствиями для Советского Союза. На самом деле, чтобы нам не рассказывали о знаменитом Штирлице и 17 мгновениях весны, союзники не собирались заключать сепаратный мир с гитлеровским руководством. Может быть, потому что добивались физического уничтожения руководителей нацистской партии, да и Берлин брать они не хотели, как бы того ни желал Черчилль, потому что прекрасно понимали, какой большой крови английским и американским солдатам будет стоить штурм в Берлина в последней неделе Второй мировой войны в Европе. То, что Берлин сам по себе уже не играл никакой военной роли, советского вождя народов совершенно не волновало. Берлин должен был пасть именно под ударом Красной Армии, даже если бы затянувшаяся берлинская операция позволила какой-то части Вермахта отступить на Запад и сдаться англо-американским союзникам. Только один сталинский маршал мог выполнить поставленную Сталином сверхзадачу, как всегда, щедро черпая силы и средства из безграничных ресурсов Ставки. Переписка между маршалом Сталином и президентом Рузвельтом в первой половине апреля достигла предела своей остроты. Сталину из донесений разведки стало известно, что представители германского командования в Италии вели переговоры с американцами о якобы уходе итальянской группировки Вермахта на Восточный фронт. Третьего апреля Сталин писал Рузвельту «Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они на основании имеющихся у них данных не сомневаются в том, что переговоры были, и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на Западном фронте маршал Кесселлинг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска. А англо-американцы обещали из-за этого облегчить для немцев условия перемирия. Последние дни жизни Рузвельта были заполнены интенсивной перепиской со Сталиным, в которой президент отвергал даже саму мысль о сепаратных соглашениях с гитлеровской Германией и острой полемикой по проблемам будущей Польши. Во всяком случае, писал в своем последнем послании американский президент, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся. Еще в конце марта 1945 года в конец измученный Рузвельт отправился отдыхать в имение Ормспрингс. К 20 апреля он намеревался возвратиться в Вашингтон с тем, чтобы вылететь в Сан-Франциско на открытие конференции Объединенных Наций. Будучи на отдыхе, американский президент совершал поездки на автомобиле, занимался своей коллекцией почтовых марок, позировал русской художнице Елизавете Шуматовой, которая писала его портрет. Казалось бы, ничто не предвещало трагического исхода. Однако 12 апреля, незадолго до ланча, когда Шуматова стояла у Мольберта, а Рузвельту оставалось позировать ей совсем недолго, каких-то 15 минут, произошло следующее. Рузвельт закурил, затем провел рукой по лбу, дотронулся до шеи, резко побледнел и произнес «У меня ужасно болит голова». Это были последние слова Франклина Делано Рузвельта. Вскоре он потерял сознание и через два часа скончался. Америка хоронила своего президента, которому американский народ был обязан прекращением Великой депрессии, торжеством нового курса и экономическим процветанием. Рузвельт сумел создать супердержаву, и в этом его главная заслуга перед Америкой. Для этого Франклину Делано Рузвельту понадобилось 12 лет. Те самые 12 лет, которых хватило Гитлеру, чтобы разрушить Германию. Весной 1945 года настольной книгой Гитлера стал труд английского историка и философа Томаса Корлейля. История Фридриха Великого. Есть свидетельства, что Геббельс, по меньшей мере, единожды читал эту книгу Гитлеру вслух. Причем читал именно ту главу, в которой говорилось о чудесном спасении Бранденбургского дома, Пруссии, короля Фридриха во время Семилетней войны, когда в России неожиданно умерла императрица Елизавета Петровна, а на престол взошел император Петр III. Поклонник короля Фридриха. Подверженный мистицизму, Гитлер надеялся, что и с ним подобное чудо, возможно, произойдет. И вот когда 13 апреля ему сообщили о смерти в Америке его злейшего врага, его непримиримого противника Франклина Рузвельта, Гитлер, похоже, опять на какое-то время уверовал в свою счастливую звезду. Однако, если история и повторилась, то на этот раз в виде трагического фарса. Надежду нацистов на счастливое избавление от катастрофы, на благополучный исход их вселенской авантюры оказались беспочвенны. В Италии 14-я немецкая армия продолжала уверенно удерживать позиции на реке По. Только в конце апреля союзные войска получили возможность продвинуться на север. Американский флот на Тихом океане начал блокаду японского острова Окинава. Начались бои на море, на подступах к острову. 6 апреля 335 японских летчиков Камикадзе вылетели для самоубийственных атак против американских кораблей. 7 апреля был потоплен бомбами американской палубной авиации самый большой в мире линейный корабль японский линкор-символ Ямато. Сталина очень волновала проблема. Кто будет брать Берлин? Красная армия или союзники? Черчилль стремился обогнать русских, но главнокомандующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр твердо придерживался соглашений. Его войска наступали в направлении Дрездена и Лейпцига. После войны появилось немало политических спекуляций, связанных со взятием Берлина. Почти все они имеют целью прикрыть большие потери советских войск при штурме германской столицы. Берлинская операция началась 16 апреля. С юго-востока на Берлин наступали войска 1-го Украинского фронта. С Кюстринского плацдарма ударно носили войска 1-го Белорусского фронта. А 2-й Белорусский фронт, перешедший в наступление 18 апреля, обеспечивал прочность правого фланга Красной армии. Войска маршала Конева на левом фланге испытывали меньшее сопротивление. И уже 18 апреля прорвали основной рубеж на реке Нейсе, форсировали реку Шпрее. Маршал Конев приказал командующим 3-й и 4-й гвардейской танковых армии генералам Павлу Рыбалко и Дмитрию Лилишенко ворваться в южную часть Берлина. К вечеру 22 апреля передовые отряды танкистов уже вели бои в южной части немецкой столицы. Гитлер потребовал немедленно развернуть 12-ю армию генерала Венка, которая должна была сдерживать американские войска против 1-го украинского фронта. Но войска маршала Конева сумели отразить контрудар немцев и фланговыми ударами окружили 12-ю армию вермахта. Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев один из самых многоопытных советских военачальников. Прошел суровую школу первых лет войны. Пережил тяжелые поражения при командовании Западным и Калининским фронтами. Талант командующего раскрылся у Ивана Конева в период, когда он возглавил 1-й украинский фронт. Войска под руководством Конева провели целый ряд образцово запланированных и успешных операций на большую глубину и с минимальными потерями собственной живой силы и техники. В берлинской наступательной операции армии фронта под командованием Ивана Конева действовали стремительно, маневренно, красиво. В апреле перед неизбежным крахом Германии американские специальные службы устроили настоящую охоту за немецкие учеными, добившимися заметных успехов в создании новых видов оружия. Эти специальные отряды Пентагона назывались «Миссия Алсас», и их главной задачей был захват ценных документов и увоз немецких ученых. Несмотря на то, что к этому времени в Германии уже были проведены разграничительные линии зон оккупации, американские отряды «Миссия Алсас» врывались чужие зоны оккупации не только в советскую, но и в английскую, во французскую, и захватывали ценные материалы и документы. Например, в апреле в небольшом городке Эхинген, входившем во французскую зону оккупации, неподалеку от Штутгарта, на глазах у французских офицеров отряд «Миссия Алсас» захватил всю документацию и оборудование немецкого атомного реактора. То же самое произошло в городке Нордхаузен, где располагался опытный завод по производству ракет Фау-2. Нордхаузен должен был отойти в советскую зону оккупации, и отряд «Миссия Алсас» успел захватить там более сотни опытных установок ракет Фау-2, а затем и их создатели, инженера Вернера фон Брауна и генерала Вальтера Дорнбергера в придачу. Первый белорусский фронт маршала Жукова имел в своем составе 4 тысячи танков, 22 тысячи артиллерийских стволов, более 4 тысяч самолетов. Ни одному полководцу, наверное, никогда и не снилось такое изобилие военной техники. Удар 1-го белорусского фронта наносился в лоб. Немцы занимали хорошо подготовленные и укрепленные позиции. Ключом обороны Берлина были Зееловские высоты. И с первого дня наступления войска Жукова начали нести заметные потери. Трагическая судьба людей, погибавших на Зееловских высотах, состояла еще и в том, что война шла к неизбежному своему концу, а умирали солдаты, которые имели право на долгую жизнь. Берлин был обречен. Войска 1-го украинского и 2-го белорусского фронтов могли бы взять столицу Третьего рейха в плотное кольцо, но политические мотивы были для советского командования важнее жизни людей. Без всякого сопротивления войска союзников заняли Мюнстер и Штутгарт, Эрфрут и Лейпциг, Дюссельдорф и Мюнхен. Второй украинский фронт в начале апреля завершил освобождение Словакии. Советский Союз заявил, что договор о нейтралитете с Японией действителен только до 13 апреля. Гитлер передал командование всеми вооруженными силами на севере Германии гросс-адмиралу Карлу Денницу. В Сан-Франциско начала работу Организация Объединенных Наций в составе представителей от 50 стран. 17 апреля началась капитуляция германских войск группы армии Б, окруженных в Рури. Через несколько дней застрелился командующий этой группой фельдмаршал Вальтер Модель. Вальтер Модель принадлежал к военачальникам вермахта, выдвинувшихся на полях сражений. Модель отличался умением действовать в критических ситуациях и добиваться успехов в условиях, когда у других германских генералов опускались руки. Стоит вспомнить умелое руководство войсками в Ржевско-Вязевском выступе на северном фланге Курской битвы на первом этапе наступления в Арденах. Моделя назвали в вермахте пожарным за то, что он не терял присутствие духа в безнадежных ситуациях. Фельдмаршал Модель отличался жестким, если не жестоким, характером, был сторонником национал-социалистского воспитания в войсках. Жестко фельдмаршал отнесся и к самому себе. Модель считал, что сдача в плен для фельдмаршала является большим позором. 24 апреля битва за Берлин достигла своего решающего часа. Войска 1-го белорусского и 1-го украинского фронтов соединились в районе Бранденбурга и обреченные немецкие войска оказались окруженными в громадном городе. Жуков брал Берлин в лоб и на скорость с яростью думая о своем сопернике Иване Степановиче Коневе. Знаменитые жуковские прожекторы на самом деле не могли пробить толщи разрывов и дыма от снарядов и мин, а также густого тумана, который окутывал Зиеловские высоты в начале Берлинской наступательной операции. Войска 1-го белорусского фронта, которые как раз прекрасно были освещены жуковскими прожекторами, уперлись в Зиеловские высоты и три дня штурмовали их с большой кровью, хотя никакого смысла в этом штурме не было, так как Конев к тому времени уже обошел Берлин с юга и немцы неизбежно должны были оставить Зиеловские высоты сами. Защищали Берлин три полевых и две танковых армии вермахта, которые вместе с малобоеспособным фолькштурмом не насчитывали более 400 тысяч человек. Советские войска, включая две армии просоветского войска польского, участвовавшие в берлинской наступательной операции, насчитывали два с половиной миллиона человек и превосходили защитников Берлина более чем в четыре раза по танкам и артиллерии и более чем в три раза по авиации. Возникает вопрос, а не проще ли было полностью блокировать Берлин и путем безжалостных бомбардировок и артиллерийского обстрела принудить его защитников капитуляции? Почему так гнался первый маршал Сталина в берлинской наступательной операции? На самом деле Георгий Константинович Жуков просто очень боялся, что командующий первым украинским фронтом Иван Степанович Конев опередит его и войдет в Берлин первым. Рейхсканцер и главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер решил остаться в Берлине и оборонять его до конца, в том числе и собственного. Отметив свой 56-й день рождения 20 апреля фюрер предложил своим соратникам заняться созданием альпийской баварской крепости, куда что не исключено в конце концов мог бы направиться и сам Гитлер. 24 апреля в окруженный Берлин прилетела подруга фюрера 32-летняя Ева Браун. Ева решила в любом случае разделить свою судьбу с Гитлером. Герман Геринг в качестве наследника лидера Третьего рейха прислал в рейс-канцелярии в осторожную телеграмму, в которой предлагал взять власть в свои руки ввиду того, что Гитлер не может руководить государством из блокированного города. Геринг был немедленно проклят Гитлером, снят со всех постов и отряд эсэсовцев должен был арестовать и расстрелять толстого Германа. Второй удар нанес Гитлеру в последнюю неделю жизни самые верные и преданные. Известие о том, что Рейхсфюрер эсэс Гиммлер ведет тайные переговоры с западными союзниками привело Гитлера в бешенство. Рейхсфюрер также был снят со всех постов. Верными мне остались только два существа, заметил Гитлер, Ева Браун и овчарка Блонди. Подводная лодка У-234 с грузом урановой руды, разобранным реактивным самолетом Мессершмитт-262 и другими секретами Третьего Рейха сумела выйти из Норвегии 7 апреля. Через два дня скрытно обойти противолодочную завесу вокруг Британских островов и выйти в Атлантический океан. Путь У-234 предстоял дальний в Японию. Собирался Ле Гитлер бежать из Берлина. Чем дальше от нас тот апрель 45-го года, тем больше фантастических воспоминаний и всяческих рассказней об этом. Например, существует версия о перелете фюрера в Гренландию, где был предусмотрен даже лыжный переход к тайному убежищу, хотя Гитлер никогда не был замечен в качестве лыжника и очень не любил снег. Особенно тяжелые воспоминания навевал на него снег после битвы под Москвой. Другая версия говорит о перелете на Мадагаскар, где в теплых джунглях Гитлера верные муэсэсовцы коротали бы время в воспоминаниях явно доминируют над спасением на подводных лодках, потому что большинство версий но вспоминал личный пилот Гитлера Ганс Бауэр и, конечно же, главная роль в этом чудесном спасении, как всегда, принадлежит самому Бауэру. На самом деле Гитлер прекрасно понимал, что ему уже нет места на земле и вслед за обороной Берлина до последнего солдата место ему в аду, в том круге Дантовского ада, где находятся палачи лжа свидетели и убийцы. 25 апреля войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева в районе немецкого города Таргау на реке Эльбе встретились частями 12-й американской группы армии генерала Амара Бредли. Встреча была исключительно теплой. Солдаты, пришедшие на Эльбу из глубины России и из штатов Нового Света радовались, что война для них закончилась, что они живы, что теперь они увидят своих родных и близких. Немецкий фронт в Италии в 20-х числах апреля перестал существовать не столько в результате англо-американских атак, сколько по причине общего немецкого неблагополучия. Вермахт пытался уйти из Италии, но уходить уже было некуда. Вместе с отступавшими германскими частями попытался пробиться в Швейцарию и глава республики Соло Бенита Муссолини со своей верной подругой Кларой Питачи. Итальянские партизаны пропустили немецкую колонну на север, а Муссолини и Питачи были арестованы. Женщина пожертвовала собой ради любимого Дею Дуччи. Руководил казнью будущий лидер коммунистов Луиджи Лонга. 27 апреля бывший итальянский диктатор был расстрелян вместе с Кларой Питачи без суда и следствия. Их тела повесили уличные кровопролитные бои. Противники в городе уже не могли остановиться, вцепившись друг к друга. Берлинские улицы напоминали нашим солдатам и офицерам Сталинград. Такие же бои на лестницах и в подвалах, схватки в подворотнях и слоеные пироги в домах. Разница только в том, что там, в Сталинграде, война по-настоящему только начиналась, а здесь, в Берлине, заканчивалась окончательно и бесповоротно. Гитлер дотянул свое земное существование до без пяти минут двенадцати. Бои уже шли в берлинском квартале, где расположен был бункер рейхсканцелярии, когда фюрер Третьего рейха поспешно обвенчался с Евой Браун в награду за ее верность ему и вместе с молодой женой покончил жизнь самоубийством. В эти часы охрана фюрера уже отбивала атаки красноармейцев. Еще 29 апреля начались бои за Рейхстаг. К Рейхстагу непосредственно вышли воины первой армии Первого Белорусского фронта. В ночь на 30 апреля разведчики группы капитана Макова проникли внутрь Рейхстага и подняли на нем первое знамя победы. Потом крышу Рейхстага увенчали еще несколько знамен, а самое известное из них водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. К вечеру 30 апреля группы эсэсовцев еще отчаянно сопротивлялись в районе имперской канцелярии. Но в целом апрель 1945 года закончился взятием нацистской столицы Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова